Привет, дорогие друзья, и доброго времени суток! Это новое видео по Mortal Kombat Unslowed, тем более, что повод для записи данного ролика действительно есть. Всего лишь два дня на момент записи видео остаются до глобального релиза Mortal Kombat Unslowed, и разработчики буквально позавчера выкатили релизную версию обновления, а теперь версия игры 1.0.0, все, с самого начала игра получает свое развитие, постепенно, планомерно, закономерно. Буквально уже, как я и сказал, через два дня игра станет доступна по всему миру, жители Российской Федерации знают, какие совершить манипуляции, чтобы тоже поиграть в эту игру. Я не буду отнимать ваше время, опять же, если вам будет интересно, как же добыть эту игру, пожалуйста, welcome в телеграм-канал по этой игре, мы его там активно ведем, общаемся, сливаем скрытых персонажей, кстати, насчет скрытых персонажей. Слушайте, вот когда я только обновил игру до версии 1.0.0, я думал, что, в принципе, ничего особо не изменилось. Ну да, практически полностью, наконец-то, завезли русскую локализацию. Теперь и в режиме истории, в том числе, присутствует полностью, ну, не русская озвучка, а русская локализация, я имею в виду текста, написанного на русском, обратите внимание, да? Ну, это я так, чуть-чуть показываю, чуть-чуть показываю, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Но при всем при этом, не во всех местах еще есть полная русская локализация. Но, ко всему прочему, мне кажется, что конкретно у меня, на моем устройстве, Realme GT Neo 2, игра стала работать плавнее. И вроде бы как и телефон стал меньше нагреваться, в зависимости от того, насколько долго вы сидите в игре, да? Но присутствует проблема у многих, я так понимаю, на андроидах, в первую очередь, что существуют очень частые вылеты во время режима истории. То есть, когда ты из одной главы в другой переходишь, вылетает игрушечка. Есть еще такая проблема, некоторые столкнулись, что они в принципе не могут зайти в игру, они там видят вступительную заставку вот этого дракончика буквально 2 секунды, и все, и потом игра вылетает. Я не знаю, как с этим бороться, надежда только на разработчиков, что они рано или поздно пофиксят все это. Но обновлений, скорее всего, до релиза уже не будет. И то, о чем я уже начинал говорить, казалось бы, что ничего нового не появилось, кроме допиленной практически на 100% русской локализации, да? Добавили вот одного миньона, я думал, что это мясо, а оказаться нет, это зомбак из режима истории. Там в одной из глав вы будете сражаться против зомби, да? Зомби в Mortal Kombat and Sloth тоже есть. Вообще, в Mortal Kombat and Sloth много всего интересного есть, я думаю, что мы с вами будем любить эту игру на моем канале так же, как вы смотрите Injustice to Mobile. Но я был бы не я, если бы я с вами не поделился скрытыми фишечками. Значит, на данный момент, когда вы заходите в раздел коллекции, здесь не все персонажи обозначены, которые уже имеются в файлах игры. А в файлах игры, помимо всего прочего, добавили еще миньонов из Киберлинг Уэй, но это не особо интересно, это мы даже обсуждать не будем. Когда они появятся, сами все увидите. А вот то, что интересно, это два новых персонажа. Персонажа прям персонажа, а не миньона, да? И это Mortal Kombat 1, Скорпион и Кабал. Причем пассивные способности интересны как у того, так и у того персонажа. Сейчас вы видите их на своих экранах, если я не забуду их прикрепить. Я думаю, что не забуду. Интересная фишка есть у Mortal Kombat 1, Скорпиона. А эта интересная фишка заключается в том, что в Mortal Kombat Onslaught смогли реализовать систему Камео. Да, все ожидали, что когда Скорпион из Mortal Kombat 1 появится в Mortal Kombat Mobile, будет какой-то сверхинтересный геймплей. Разработчики постараются реализовать эту систему Камео, хотя бы в суперударе Скорпиона. Но нет, нет, в Mortal Kombat Mobile систему Камео обошли стороной, вообще забыли о ней. А вот в Mortal Kombat Onslaught есть система Камео. И в автоматических комбо-атаках Скорпиона из Mortal Kombat 1 будет помогать ему Саб-Зиро. То есть обычные комбушки будут выполняться при помощи напарника, при помощи Камео Саб-Зиро. Это достаточно интересно. Пока что я не могу показать вам геймплей, потому что я обыскал весь интернет самостоятельно. Это не умею делать. Но и в интернете тоже пока что нет геймплея Скорпиона из Mortal Kombat 1. Но я думаю, что Mortal Kombat 1 Скорпиона разработчики припасли как раз-таки к релизу. И через пару дней, я думаю, что в призывах он уже появится. Поэтому сейчас, на данный момент, я советую вам не тратить черепки, не тратить сферы вот эти вот, да. А будем ждать Mortal Kombat 1 Саб-Зиро. Но и это еще не все. Вы знаете, подписчики телеграм-канала обратили мое внимание на то, что... А, слушай, а есть же вообще-то новые реликвии. Соответственно, появились новые фаталочки. Значит, появилась фаталка для Китаны. Ее не было до данного текущего обновления. Статы вот можете, пожалуйста, посмотреть. И вот то, о чем я говорил, да, что русская локализация добралась еще не до всех мест игры, не до всех аспектов. Также появилась реликвия для Люкана, которая позволяет нам проводить фаталити за этого персонажа. И есть еще реликвия для Рейдена. Друзья, реликвия для Рейдена есть. Тоже дает возможность нам проводить за него фаталити. И последняя фаталити, которая на данный момент открыта и доступна, и вот вы прямо сейчас можете попытаться в свое счастье и достать реликвию для этой фаталки, это фаталка для Шаукана. Но, 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 как всегда, есть одно но. Есть еще и фаталити для Скорпиона. Но реликвия, с помощью которой можно будет проводить фаталити Скорпиона, она тоже скрыта, как и сам Скорпион. А вот как-то так. Так, значит, я не знаю, честно, что вам еще показать. Это такой обзорный ролик по обновлению. В принципе, обо всех фишках, которые в этом обновлении появились, я вам уже рассказал. Я думаю, что самое интересное, конечно же, нас ждет впереди. Мы очень ждем релиз. Релиз уже через два дня. Как я и сказал, 17 октября игра станет доступна. По этой причине не могу, допустим, вам показать какие-нибудь бои на арене. Потому что разработчики, как по мне, приняли правильное решение, что они закрыли арену до момента, официального момента выхода Mortal Kombat On Slot. Как видите, турнир начнется через два дня и шесть часов. Ну, на самом деле, это надпись, эта табличка висит уже достаточно давно. Ну, соответственно, дня четыре она висит. После того, как игра обновилась до версии 1.0. В башнях боссов ничего, в принципе, не изменилось. Все как было, так и есть. Единственное, что немножко... А, инвентарь заполнен. Немножко у нас поменялась анимация наград. А, меня даже не пускают. Слушайте, меня даже не пускают. Немножко поменялась анимация наград и ее выдача. Ну, не буду показывать инвентарь. Потом уже почищу в ней видео. Просто поверьте мне на слово. Но в донатных предложениях для тех, кто любит донатить, в принципе, есть что-то, что может привлечь ваше внимание. В основном, конечно, здесь просто наборы с валютой. И наборы со снаряжением. И наборы с реликвиями. Мне очень хочется надеяться на то, что рано или поздно в игру добавится режим испытания. Какой-нибудь аналог режима испытания. Потому что доставать новых персонажей исключительно посредством призывов, но, как по мне, это разводняк. Ну, хотя бы поначалу дайте нам режим испытаний, из которых мы сможем доставать новых персонажей. Так было во всех предыдущих играх Незеров. В первом мобильном Инжастис, в Mortal Kombat Mobile и ранее, как он назывался, Mortal Kombat X Mobile. В Инжастис 2 Mobile везде были испытания. И хотелось бы верить в то, что в этой игре они тоже будут. Пока что их нет. Пока что их нет. В общем, очень ждем глобальный релиз. Очень ждем фикса всех возможных проблем. Очень ждем, чтобы русская локализация добралась до каждого уголка Mortal Kombat Unload. Ну и в следующем видео, когда уже будет глобальный релиз, как раз тут, смотрите, 2 дня и 6 часов остается до призыва нового Нуба, Колдун Тени Нуб Сайпа, да? И я думаю, что когда глобальный релиз все же случится, в разделе призывов появится и Mortal Kombat 1 Скорпион в том числе. Вот тогда, друзья мои, на глобальном релизе мы с вами, конечно же, и новые наборчики пооткрываем. Тем более, что валюты, в принципе, я уже успел подкопить с момента предыдущего огромнейшего пак опенинга. Вы помните этот провал. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого лучшего. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok